Здравствуйте всем, дорогие мои друзья, читатели, кто меня слушает, что я сегодня хотел сказать вам. Уже давным-давно я пишу и говорю о своих видениях, то, что чувствую. Соответственно, в последнее время очень много фейков, видео я видел в интернете, так как якобы говорят, я так и сказал, не так и сказал, так говорил. Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, я решил создать вот это видео, которое вы смотрите. В этом видео что происходит? Все, что я сказал в течение уже долгих лет, вы можете слушать все из официальных источников, которые у нас были, начиная с 2010 год и до сегодняшнего дня. Все, что я сказал по поводу отношений России, соседей, вообще о России, все информацию можете сами слушать, смотреть. И, конечно, еще раз повторяю, что такой тяжелый момент, ситуация, всегда надо понимание, поддержка и, пожалуйста, не слушайте все, что говорят. Сейчас идет как-то информационное распространение фейков, информация, фальш, не надо. Если не знаете, не надо судить. Поэтому из первых источников, официальных источников получайте информацию и анализируйте сами. Удачи всем вам и смотрите далее это видео, которое мы создали. Экономический и финансовый кризис, рост безработицы продолжится в нескольких странах. Уровень бедности вырастет до такой степени, что люди начнут убивать друг друга от безвыходности. В России таких проблем не будет. России надо еще теснее сотрудничать с Китаем, Индией и со странами Востока. 2015 год для жителей России будет благополучным, несмотря на эти фальшивые санкции и на трудности, связанные с курсом валют. Конечно, эти трудности продолжатся еще какое-то время, но всегда важна цель. Россию ждет великое экономическое будущее. Я прошу всех друзей и читателей не паниковать. Все, что сейчас происходит, во благо нашего будущего. Россия становится сильнее, поэтому с разных сторон и больше критики и негатива. Я же всегда писал в своем блоге, пока ты кто-то есть, тебя критикуют, а если ты никто, то и имени твоего не вспомнят. В этот важный момент государству важна поддержка. Даже сильнейшее давление со стороны некоторых стран не способно сломать Россию. Единственная страна, которая дважды победила в мировых войнах, это вы. И эту политическую и информационную войну Россия тоже выиграет. Хочу сказать спасибо за правильную и своевременную политику. Посмотрите по сторонам, что происходит в других странах. Соседи наша Украина, Сирия, Афганистан, Ирак и так далее. Это все жертвы чьей-то грязной политики. Россия не нуждается ни в ком. Есть земля, есть благородная почва и есть вы. Все будет хорошо. Здравствуйте, Мехди. Когда наступит мир во всем мире? Не будет ли войны? Осталось без работы? А так хотелось с вами встретиться. С нетерпением буду ждать ответа от вас. Мира и добра вам. Я всегда стараюсь отвечать позитивно, но люди от меня ждут правду. И как быть мира в мире не будет. Люди, живущие на земле, не хотят этого мира. Когда можно с помощью войны подчинять себе других, заставлять молчать, внушать страх, то жалко просто обычных людей. Они страдают в первую очередь. В стране, где нет хозяина и возникает хаос, безработица, голод. Мужчины стараются обеспечивать свою семью, но нет работы, нет ничего. Им приходится брать в руки оружие и воевать, причем не важно против кого. То, что происходит в Сирии, Ираке и так далее, это же все политика. Создается хаос, другие страны создают искусственно войну, чтобы тихо украсть имущество этих стран, а в дальнейшем сделать врагом для соседних стран, чтобы опять же продавать туда оружие. И это выгодно кому-то. Это большие деньги. В связи с этим, соседние страны должны стать единым целым во имя мира на общей территории. Простой пример, вы один идете по темному переулку, на вас могут напасть двое, трое, пятеро. Но если вы идете по этому же переулку в пятером, то на вас никогда не нападут. Важно дружить со странными соседями, с которыми связывает граница. У России сейчас прекрасная позиция. Россия продемонстрировала свои возможности и силы. В скором времени будет много союзников, и тогда никто не рискнет напасть, и даже информационную войну вести будет бесполезна. Война пока будет продолжаться только точечно. И чтобы сохранить в этих точках мир, важно уничтожить источник зла. Это то, чем занимается президент РФ «Спасибо» Владимир Владимирович Путин. Можно ли спрогнозировать будущее российской экономики? Можно ли дать какие-то советы зрителям на 2016 год касательно финансов? Будущее России шикарное. Несмотря на то, что в мире будет хаос, критика и недовольство против России будет расти. Но на это не надо обращать внимания. Надо стать единым целым. Любите свою страну. Надо развивать сельскохозяйственную деятельность и не рассчитывать на поддержку со стороны. Дружба России с Азией имеет очень хорошие перспективы. А Запад, конечно, будет против и будет стараться мешать. Особенно с помощью информационной войны. Россия самая богатая страна по природным ресурсам и территориям. Нужно использовать свои же ресурсы правильно. Имеется в виду не рубить дерево для того, чтобы строить коттедж. Наоборот, любить и сажать деревья. Пока деревья, особенно березы, тянутся вверх, Россия поднимается в экономике, как держава на мировой арене. То, что связано с Украиной, вопросы задавали мне. Мне жаль, что происходит. И опять же, об этом написала в своей книге 9 лет назад, что будет проблема между Россией и Украиной. И там власты, которые сейчас находятся на Украине, они постараются всегда показать и доказать, что Россия враг нам родил. И это неправильно. И Россия не враг. Вообще народы Украины и Россия – это братья. А что нужно, совет для Украины, и что нужно сделать – слушать голос народа и на место силы использовать дипломатику, чтобы решить все эти проблемы. И надеюсь, в скором времени, чтобы все было как раньше, так как у меня тоже есть и свои родственники на Украине. Пусть все будет хорошо. И все эти проблемы, которые происходят на Украине, это связано с вне. Это не Россия виноват. Это тот, кто хочет мешать. Но надо же думать, а кто это вам мешает. Поэтому найдите общий язык. Дипломатия лучше. Самый волнующий вопрос следующего года – выборы президента Российской Федерации. Скажу так, я вижу, что им станет Владимир Владимирович Путин, но будет интрига. В своей книге 9 лет назад я написал о том, что России необходимо дружить с Востоком. С небольшим опозданием, но это произошло. Сейчас все идет правильно. Друзья России и страны Востока. Дальнейший шаг дружбы с Дальним Востоком. Важен Китай и Индия. Позже появится и новая валюта, о которой я также говорил много лет назад. Я даже назвал эту валюту Аси. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok